здравствуйте друзья с вами феликс и мы начинаем с вами делать создавать свой сайт не пугайтесь это не страшно это бесплатно и доступно практически каждому под этим видео будет ссылка на этот блок в котором есть все ссылки которые я использую во время показа своих роликов они находятся вот здесь под вкладкой ресурсы и если вы смотрели предыдущие ролики здесь выпадающим меню не было точнее были ненужные переходы вот появился новый переход который называется свой сайт переходя по нему вы здесь будете видеть все объяснения с ссылками на каждый ролик сам сам процесс создания сайта он довольно таки долгий длинный поэтому мы разобьем этот процесс на несколько роликов и пошагово здесь будет описано как и что делать так что берите этот блок закладки чтобы не потерять все нужные ролики и объяснения также здесь вот добавил контактную форму если надо можете написать прямо мне если появятся вопросы можете задавать их в комментариях под этим видео можете также оставлять комментарии под этими ссылками вот здесь написать и опубликовать свой комментарий в принципе по любому вопросу итак поехали шаг первый закрываем переходим сюда мне очень понравилась вот такая вот тема блогера которая базовом варианте не нету этой темы на блогере можно создавать самые разные сайт типы сайтов начиная вот от такого который мне очень понравился и заканчивая вот таким это магазин магазин полнофункциональный очень красивый белый чистый шаблон можно делать еще раз повторюсь полнофункциональные магазины на блогере бесплатно иметь вот такие вот красивые сайты для того чтобы иметь вот такие вот темы они называются тем можно использовать бесплатную тему вот на примере вот этой покажу вот смотрите вот эта темой имеет бесплатную версию как видите платную за 1295 и более дорогую за 2995 то есть тот кто сделал этот шаблон он будет помогать вам на каждом шагу это оплата единоразовая вы просто покупаете этот шаблон но еще раз повторюсь можно использовать бесплатные версии правда тут урезаны некоторые функции которые в принципе нам и не нужны если так вот по большому счету взять ну а вот это этот шаблон эта тема стоит 19 долларов в принципе недорого если взять что это единоразовый платеж и так мы будем делать подобие вот этого сайта для наших целей самый подходящий вариант этот из того что есть я я ее выбрал и мы начнем и так первый шаг как вообще иметь за иметь сайт называемый блогер то есть сайт на блогере если у вас есть почта на gmail значит у вас есть и блогер значит у вас есть и youtube из функций которые предлагает google бесплатно где найти этот вот здесь кликаем по приложение google вот здесь приложение google скролли вниз и находим вот такой вот значок блогер а можно и просто в поисковой строке написать блогеры вас выведет вот на такую страничку и так и пока у вас нету значит блога вас будет вот такая вот кнопка прямо посередине создать свой блог еще раз скобочках повторю что я стараюсь все что можно делать на английском языке и вы чтобы хотя бы базовые вот эти фразы понимали create your блог вот кликаете сюда для того чтобы создать блог выбираете свой аккаунт следующее залогиниваетесь и вот попадаете на такую страницу здесь условия конфиденциальности все такое это можно закрыть итак шаг первый надо его назвать придумать название ну можете назвать тест можете как хотите можете сразу если у вас придумано какое-то имя имя блога но этот шаг обязательно напишем тут проба английскими буквами на латинице русское слово проба кликаем далее здесь надо выбрать адрес блога домен то есть домен у вас блог spot.com но то что будет впереди надо выбрать при наборе оно сразу вам показывает вот допустим про занято б просто стараюсь приблизить к названию сайта да проба ну пусть будет семерка занято еще семерка еще семерка занято допустим девятка поскольку это без разницы как его назовешь лишь бы показать и потом кстати можно заменить вот этот адрес вот этот домен блок spot.com можно заменить на свой домен который вы уже купите отдельно если захотите если нет еще раз повторяю можно здесь просто придумать что-то созвучное с той темой которую вы хотите и посмотреть свободен этот домен это название или нет находите свободное название кликаете далее отображаемое имя какой вариант вашего имени показывать читателям блога то есть то что вы создаете там пишется что этот вот пост написал такой-то вы можете если допустим у вас есть какое-то бизнес имя допустим ну не знаю стартрек допустим или star wars или там свое имя фамилия все что хотите чтоб как вас показывала так и здесь отображалась пишите допустим xxx yyy здесь занято не занято вас так и будет показывать как захотите так и будет показывать и готово все ваш блок создан это опять условия которые можете прочитать но в принципе они самые обычные итак первый шаг не забудьте это вам приходит на почту то что создали блог и так далее подтверждение никаких ничего не надо итак первое дело то что надо сделать это зайти вот сюда там где написано статистика проскролить в самый низ настроить правила отслеживания ваших просмотров страниц кликнуть сюда и вот здесь поставить чекбокс чтобы ваши просмотры не засчитывалось для чего это важно вообще-то для аналитики это все очень важно и вот представьте вы создаете блок просматриваете страницу один раз два раза десять сто раз и все это вам засчитывается в просмотр а для того чтобы иметь реальную картину трафика надо проставить этот чекбокс чтобы отслеживался только сторонний трафик понятно да чтобы вы имели представление сколько человек посещает ваш сайт и так вот смотрите это заводской шаблон так сказать который сразу всем дается можно посмотреть его вот допустим вот ваша панель управления вот самым нижним в самой нижней строчке посмотреть блок кликайте вот он так выглядит в принципе этот шаблончик тоже неплохой я на нем делал сайт выглядит вполне прилично но поскольку мы выбрали чтоб сделать другой другой сайт другого вида показываю самую первую первоначальную замену дизайна скажем так для того чтобы поменять дизайн сайта заходим дизайн точнее тема вот эта тема у нас вот она здесь вот несколько тем они в принципе все почти одинаковые на них останавливаться не буду нам надо поменять тему этого нашего сайта что мы делаем кликаем вот сюда по этой стрелочке и кликаем изменить html нас перекидывает вот на такую вот страничку теперь html код можно скачать именно там где скачал я только что вам показывал но можно там в комментарии попросить или со мной связаться я вам скину вот этот код или на сайте на моем блоге будет ссылка на скачивание этого этого кода измель кода он выглядит вот таким образом вот это будет простой текстовый документ вот он что вам надо будет сделать надо будет правый клик выделить все скопировать переходим сюда правый клик выделить все ждете чтобы оно все стало вот таким голубеньким и вставить ваш код поменялся ваша тема на сайте поменялась обязательно после того как сделано вот это надо кликнуть вот на это крайняя кнопочка назовем так кликнуть и сохранить идет обработка обновление завершено и теперь если вы посмотрите на свой сайт он будет выглядеть совсем по-другому здесь предварительного просмотра уже не будет потому что изменено и сам сайт вот этот сайт тоже будет выглядеть по-другому он будет выглядеть вот так обновили и вот так вот он выглядит здесь все пусто не похоже на то что мы видели с самого начала но это все будем заполнять и так это была первая часть как поменять тему на сайте на сайте и там не